Мне кажется, что всё в прошлом. Мне кажется, что я не тот, который я сейчас, а тот, который был. Жизнь не движется вперёд, а нальётся вспять к моменту моего рождения. Значит, я сначала умер, и это был момент моего появления. А теперь я направляюсь к рождению, которое завершит это повторение. Я вижу каждый день, как более старший, чем я. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добрый день. Добрый день. Вы уверены, что знаете мою тайну? Да. Смотрите, Леня играет. Мика, поосторожней с Леней. Все-таки дядя родной. Так, так. Добрый день. Леня, давай! Леня! Артем, пошли! Леня, влево. Еще, еще. Сашка! Устал. Лёня, ну, кто тебе разрешил с участка уходить, а? Давай, давай, сюда! Фасует! Молодец! Здравствуй, Лёва! Здравствуй, Лёва! Выходи, Гита! Вот, приехали! Привет, ребята! Женщина у корабля! Добрый день! Здравствуйте! Привет строителям! Здравствуйте! А вы можете сказать точно, сколько лет вы его строите? Кто знает. Ребята, мы вам деньги принесли. Спасибо. Очень кстати. Послушайте, у меня к вам есть предложение. Извините. Так как вы к нему отнесётесь? Несмотря какое. Давайте вместе отделывать корабль, а то чего вы без дела шатаетесь. Нет, мы не можем. И вы ошибаетесь, мы не шатаемся. Мы не можем по многим причинам. Простите, а можно мы посидим в каюте? А куда бы мы поплыли, а? Ну, я думаю, что вокруг света. Я бы в Индию, а оттуда в Непал. Ксюха, а ты чего молчишь? Я? Не знаю, нет такой страны. Тихо! 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 Послушай, горе потерявшему, счастье строителю. Ты там трепался, что ничего не делаешь по многим причинам. Ты ищешь слово, а вначале было дело. Вот машина, и ты машина. Надо идти вглубь. И странный ты человек, ты глуп, а жаль. Я тебя чувствую. Я стесняюсь тебя, парень. А вам не случалось, гражданин, бывать в больнице? Случалось. Машина желаний. Чтобы тебе было интересней, расскажу тебе об омоложении. Кровь человека уничтожает сама себя. Для того, чтобы молодеть, нужна твоя младенческая кровь. Но ты не младенец. Ну что, развлек тебя? А теперь проваливай. И срубив на горе высокие деревья, они стали строить большой корабль. Добрый вечер. Бедный, как постарел. А кто это? Ты не узнала? Это же Александр Штоль, дирижер. Однажды он был на гастролях в Японии. И его жена, помнишь, молодая такая, лет 20 всего, сбежала от него там. Это у него Аксолотль живет? И он часами на него глядит. Акху-кхм... Акху-кхм... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лёвка, а тебе коньяк Ешь, Лёвушка Надо же, какую милую женщину Ой, Нора Потрясающая баба Мадамба варит А бедный муж строчит пьесу за пьесой Одна хуже другой Кусочек, дай ещё кусочек Мог бы хоть жене модное платье купить, что ли? Костёр Микочка, все богатые и жадные Вот если бы я такого богатого драматурга нашла Он бы у меня раскошелился Хворост, хворост для кострового соединения Быстро Музыка Музыка имеет, я бы... Да, особенно в истории Вот именно, как ритуал Например, в 22-м году на Красной площади Две тысячи трубачей исполнили Траурный марш Вагнера В честь героев, павших за революцию Хотелось бы напомнить нашим зрителям Это произведение Мы можем это сделать сейчас прямо Пожалуйста, включите трансляцию Лёню покормить забыли Лёнечка Лёнь Ой, ты здесь Пошли, пойдем Я сам, сам А ребята, Лёнь Лёнь, садись Милости просим, Лёня Лёнь, садись и расслабься, и отдыхай Лёнь, а что ты хочешь? Пирожное хочу Пирожное Дайте Лёне пирожное 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 Спасибо Держи, Лёнь Ну ты пей Лёня А ты меня любишь? Ага И Лёвку любишь? Конечно А Ксюху, Юшку? Да И Мику любишь, Лёня Но ведь Мика тебя обижает Он тебя прошлым летом в тачке катал И пугал Мика хороший Лёня А все-таки, кого ты не любишь? Я всех люблю Лёня меня любит Правда, Лёнечка? И не он один Пусть он лучше скажет, зачем он родителям на меня настучал Мика сказал, что когда родители умрут, он дачу продаст Хреново доносить, Лёня Зачем вы с ним так? Интересно, который час? На Держи, Мамочка, ну какое к черту время? Через миллион лет люди скажут, что Д'Артаньян сел гоночное авто и поехал в термо-каракаллы Что Лев Толстой носил латы А Христос разрушал компьютер Мика, перестань, надоело Представь себе, что тебя приходят забирать в армию Ты говоришь Нет Я не пойду, что мне там делать Мне и так хорошо Тогда другим людям говорят Подите и возьмите его Они отвечают Мы не будем этого делать Мы идём домой Тогда вызывают следующих людей И говорят Подите и арестуйте тех, кто отказался арестовать меня Они отвечают то же самое Нет Мы не будем это делать Мы идём домой И вот так все Все До последнего человека До последнего солдата Вот и наступит конец света Какого? Того Ведь то, что ты представил, это рай Но ведь останется ад Мы в нём живём Может тебе уехать? Ну, отправиться путешествовать Ты жил Прочитал столько-то книг А теперь, чтобы окончательно вырасти Отправился путешествовать Ну, как это делали в древнем Китае Видишь ли, Ромочка Нужно именно путешествовать А не бежать Я не понимаю, чего ты боишься Ты лучше пойди И позвони сейчас своему хахалю С машиной Пускай он завтра приедет С провиантом Нам он Лёню кормить Да и нам не мешало бы С утра А похмелиться Тебе ясно или нет? Ты становишься практичным А вот так же есть безумие И культура, как порождение любви Так же, на мой взгляд, является безумием И лишь разум способен привести в порядок чувства монстры Вы, наверное, имеете в виду... Что это? Да, да, действительно Произведение Рихарда Штрауса «Заратурство» как раз к месту Лёнячик на телевизор Да Лёнячик на телевизор Да, телевизор Да, времена меняются Да, времена меняются Да, времена меняются Да, времена Да, времена Да, времена Ваксик Ваксик Здравствуй Ты совсем один? Ты одна Все бросили Такой красивой И никого нет Ап! Я с вами! Я с вами! Любите меня! Я вечно буду с вами! А-а-а! 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 А-а-а-а! 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 Ладно, хватит! Давайте я вам лучше расскажу о своей любимой! Пошел! Ее зовут Наташа! У нее такая трагедия! Ребят, ну хватит вам! Над батюшкой Доном Ведем эскадроны Мик, сыграй что ли? Нас благословляет Россия Страна Поручик Голицын Раздайте патроны Рождайте патроны За все комиссары Заплатят сполна Ах русское солнце Великое солнце Корабль император Застыл как стрела Поручик Голицын А может вернемся? Зачем нам поручик? Чужая земля А где-то там тройка Проносится к яру Луны непонятен и призрачен свет И девочек наших Ведут комиссары Ведут комиссары Ведут в кабинет Четвертые сутки Пылают станицы Патее дождями На Донская земля Не падайте духом Поручик Голицын Корнето Боленский Налейте вина А где-то там тройка Хватит Проносится к яру Луны непонятен Чем более с таким пафосом Между прочим Корнето Боленский Поручик Голицын Тебе бы руки не подали Леня Марш домой А почему это они мне руки не подали, а? Мик Не мучай его Эй Лень Ксюха Ленечка Ксюха А почему это поручик Голицын мне бы руки не подал? Мне кажется, корнето Боленский и поручики Голицыны не дружили с еврейскими мальчиками Черт с ними Пошли спать, Ксюха, а то скоро святая Помнишь, как мы с тобой летом встречали в лесу рассвета? Не расстраивайся, Ленечка Спокойной ночи В прошлом Летом Лес cadre И Ai Лес Голицын Есть См 일 Этого Доброе утро, Леонид. Здравствуйте, молодой человек. По утрам над дачами, милостивый старь, Элитный воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Советский и тлетворный дух. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ага. 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 Здравствуйте, ребята. Как у вас здесь все хорошо? Юленька, какая ты сегодня... Тихо. Ага. Ага. Ты видишь эту раму? Да. Микочка, сделай что-нибудь, пожалуйста. Ребята, у вас украли дорогую картину? Да. А кто? Кто ее украл? Это длинная история. Юля, родители знают? Нет. Он разговаривает с бандитами. Они могут его убить. Я должна быть с ним. Я должна быть с Левкой. Я должна быть с Левкой. Я должна быть с Левкой. Нет. Я должна быть с Левкой. Не смей, Ксюха. Я должна быть с Левкой. Ксюха, не ходи. Ксюха! Ромка! Пойду я. Свободна. Наконец-то свободна. Ну? Что вы там поведали? А? 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 Ты сражаешься с похитителями шедевра. Ага. Ты пытаешься назвать как человечность, но, по-моему, с учетницей. Мне кажется... Сейчас... Умру. Юшка ревет. А-а-а! Андрей молчит. Мик рвется в бой. Молчит. Вступили мне. Ширин! Сюсю предложила вызвать милицию, но я сказал, что перерезаны провода. Меня убейте! Меня! Пожалуйста, меня! 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 Ксюха... Кровь! Ну-у-у! Как на бойне, да? Господи, это я во всем виноват, это же я во всем виноват. Я во всем виноват. Это я виноват, я должен был идти. Это моя вина, это я, это моя вина, это я, я, я должен был идти. Я должен был идти. Ксюха! Что же нам делать? Успокойся. Успокойся. Успокойся, жива твоя Ксюха. Хватит! 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 Надоело! Хватит! 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 А зачем ты приехал? Захотел и приехал. А кого ты больше любишь? Тебя или меня? А как тебе Мико? Какой Мико? Кто это? Мишка. Мико. 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 Но как Раскольников, растратив всего себя в этом поступке, он ошатнулся, не действуя. Я встретил одного человека, и этот человек говорит, что греха нет. Есть только не любовь. Если все делать с любовью, все будут счастливы. Это была женщина, потому что только женщины думают о счастье. Ребят, ну придумайте что-нибудь. Эй, все на чердак! Здесь сундук, с ума сойти! Слышишь? Что? Как стучит мое сердце. Ну и как же оно стучит? Не скажу. Слушайся. Я слышу стук его сердца. Тебя это устраивает? А ты ревнуешь? А ты? Да. Я думаю, что все это имеет значение только для них. А для женщин? Я говорю о другом. Любить это значит подчиняться. А ревность враг любви. Любить. Это терять голову. Скажешь старомодно? Скажу. А мне нравится быть старомодной. Отечество в опасности. Ужас и смех. Хохочущие лица. Много сладостей и хруст. А внизу проплывает город. Нет. Поют трубы, гора плачет. Она ушла из дома. Она убежала с бродячим артистом. Она аристократка. Она бросила вас всех. Странно. Сильная логика и большой бугор Венеры. Прямая судьба. Характер в ладони чувственный и мягкий. Так, господа. А теперь нам нужно совершить некое, я бы сказал, действо. И посвятить гостя. Дело в том, незнакомец, что скоро нас не будет здесь. Зияющие высоты будущего прельщают нас. Но перед этим нам нужно выбрать, так сказать, учителя. Леня! Что? Веди нас! Леня! 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 Учитель! Привет тебе! Так кто вы? Двухголовый Пушкина Лермонтов. А кто ваши родители? Бесы? Ну? Наши родители. Открылся! Проходите! Очень весело! Снег был настоящим, но казался ненастоящим. Как же все это уместилось-то в одном месте? Он говорит Роме, что снег был ненастоящим, и трава была ненастоящая, а все было настоящим. Солнце. Солнце было ненастоящим, а я был настоящим. А теперь? А теперь я ненастоящий. Этот мир значил для вас что-нибудь, когда был ненастоящим? Да. Тысячи триллионов раз да. А теперь нет. Всего один раз нет. Как я скажу ему, что я о нем думаю, когда мы останемся одни после всего этого? А теперь? А теперь? Объявляется бал мудрецов! Это зрелище, достойное или недостойное. И кто же начнет этот бал? Кто? 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 Музыка тишины. И Леня! Ну что, от трудов праведных должен отдохнуть человек? Должен. Отдыхаем. Активно? Активно. А пассивно можно? За это расстрял. Единогласно. Гаснущие костры таинственного эксперимента. Кости его наполнены грехами юности его. И с ним лягут они в прах. Ну что же ты не смотришь по сторонам? Что с тобой, Микочка? Ну а как ты думаешь? Ты что, и сам сказать не можешь? Я не могу! Леня, а почему вы молчите? Андрей, у всякого своя химера. Да, беседа людей покорных видом и обреченных... Ксения, ну что же мне делать? Ну что такое? Ну помоги мне. И обреченных на вечную надежду. Ромочка, ты меня пойми. Столкнулись безумство и свобода. Вы, стало быть, любите Пушкина. Но счастья нет. А есть покой и воля. Чушь собачья. Есть счастье. А воля... Это идиотская сила тупости. А покой это скотское состояние равнодушного дурака. Да. Мне нравится наша беседа. Продолжим ее. По всей видимости, этот корабль – тело бога живого. Мы не можем понять этого. Мы слишком прекрасны для этого. Что означает реальный. Жаль, не захватил фотоаппарат. Да нет, не нужно останавливать мгновение. Ведь мы прекрасны. Мы упиваемся своей инфантильностью. Нет, Миша. Мы черви, которые разрыхляют почву для нового возрождения. Да, Лев. Мы создаем новую науку о человеке своей жизнью. Вот история. Жил-был человек в своем доме. И однажды он отправился далеко. Так далеко, что не думал, что когда-нибудь вернется в свой дом. В свой собственный дом. Он решил провести всю свою жизнь там, вдалеке. И он пошел. Шел он долго, шел-шел, пока не подошел к морю. Тогда он решил построить корабль, чтобы переплыть море и идти дальше. Он стал строить. Строил, 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 пока не почувствовал, что остановился. Погряз стало быть. Тогда он схватил бревно и поплыл на нем. Плыл, 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 пока не догадался, что это океан. Тогда он стал искать течение. Течение вынесло на берег, и он пошел. Опять шел долго. Долго шел, устал, упал и уснул. А когда проснулся, он увидел дом. И он понял, что это его собственный дом. И он не знал, что делать, потому что он решил провести всю свою жизнь там, вдалеке. Тогда он бросился бежать. Он побежал, но через некоторое время все равно вернулся к дому. Тогда он побежал в третий, в четвертый раз. Но каждый раз повторялось то же самое. Он возвращался к дому. Когда он вернулся, в четвертый раз он увидел, что дом его разрушен, разваленный. Он бросился строить, но умер. Умер. Вот вы все говорите, говорите. И вроде русский, а сами, словно герои из французской литературы. Ведь вы герой, не так ли? Но не в жизни, а в своей литературной жизни. Вы ее все время сочиняете. Как роман. Настоящий, образованный, культурный человек. Все же странно слышит это от вас, Лев, но не Мышкин. Вы ведь также литературный герой? Что поделать? Мы живем в мире, придуманном гениями. А мне вообще наплевать, кто и что придумал. Я не делаю разницы между литературными героями. Дух сотрет припирающихся с ним. Господи, ну чего нам не хватает? Французистостости. Что ты хочешь сказать, Андрей? Он герой русской литературы. Сидит в комнате один, не ест, не пьет, думает. Потом пойдет и убьет какую-нибудь старушку. И мучается, страдает, и все к Богу. И никак раскаяться не может. А герой французской литературы сидит в комнате, не ест, не пьет. Потом пойдет на бульвар, возьмет старушку, ляжет с ней в постель и пользуется ее миллионами. Какие глубокие рассуждения. Лев, не глубина важна, а чувство. Верно, вы себя не знаете, а узнаете только, когда говорите о себе. А вот позвольте вас спросить, кто вы, откуда, чем занимались ваши родители. Надеюсь, вы мне простите эту навязчивость. Ну что вы, ничуть. В детстве я мечтал быть садовником, политическим деятелем. Потом почувствовал, что могу быть Мао, Троцким, Сталином, даже Наполеоном. Я почувствовал, что я повзрослел. Осознание своей готовности на злодеяние, это и есть зрелость. Когда ты не боишься нарушить то, чему тебя научила бабушка в детстве. А вы, Ленские. Ленские, Ленские. А мы вот Онегины. И нам всем бы давно пора в лицей, а мы уже вне. Нет. Вы Ленские. Я вижу, что у вас есть система. А не кажется ли вам, что любая система имеет основы психику ее создателя? Ну, например, трус напускает туману. Говорит, что ничего не понятно. Нахал, наоборот, говорит. Все ясно, давай вперед. Злой утверждает, что только воля спасет все. Как это смешно. Это люди изучают, передают друг другу, как эстафету. Из поколения в поколение. А сексуальные маньяки пишут о любви, да? Они основывают религии. Однако завертелось. А Леня слушает, да... Оставьте Леню в покое. Андрей, мы приходим в этот мир одушевить его любовью. По-моему, необходима нежность. А любви нельзя требовать от человека. По своей природе он эгоист. Но это не... Не мешает ему быть альтруистом. Нет любви, есть жизнь. Молодец. Молодец. Эгоизм усиливается, его нельзя удовлетворить. Вот и появляются революционеры. В деревне революционеров нет. Это сугубо городское дело. Вы, стало быть, революционер? Нет, Леня революционер. Что же вы не действуете? А я живу. Живу, но вас оскорбляют. А я ору всей своей жизнью. Вы, наверное, пишете стихи и плохо закончите. Птица-гадатель, что я тебе скажу. Птица-гадатель, что я тебе скажу. Человек живет ощущением встречи. А наша встреча, что-то как-то все не состоится, а? Встречаются молча. Молча... Молча обманывают. Слова должны быть произнесены. Но вы тонете в них. Ну что же, не я их создал. Разрушь. Я создаю свои угом... фонтаризмы. Фонтаризм. Кто же это поймет? Ну, когда я тебя... Ты поймешь. И все-таки вы никогда не сможете быть в простоте. Какой-то идиотизм. А то, что ты мелешь, это не идиотизм? Званый и непризванный. А? И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Что за бег с препятствиями? Можно говорить правду и идти вперед. Ложь правит жизнью. Ложь царица мира. И наше, что вокруг нас, и не наше, все ложь. Потому что ты никогда не сможешь передать мне свои мысли, чувства, а значит себя. Тысячи книг написаны криком. Скрючены мысли пальцы. Но песок засыпал в пустыне жизни. Песок, песчаная буря, тысячи песчинок, чужих песчинок слов. Мы задыхаемся в словах, ибо они ложь. И потому ложь, что ты сидишь здесь. И ложь мы пытаемся прикрыть ложью. Напялив, вот это. Костюм, одежда, это ложь, возведенная в предмет красоты. А слово-то какое ласковое. Дурманит слух всех изолгавшихся. Пересказывающих чужие крики книги. Да, да. Нежная ложь. Прекрасна. Все должна оросить она. И тогда все жестокости исчезнут. Нежная ложь лучше правды. Красота спасет мир. Это красота, и это красота. А что мне до этой красоты? Я знаю одну правду на земле. Это смерть. Я не хочу, ты слышишь, я не хочу ничего знать. Я бы хотел найти некое чудо, озеро, реку, чтобы смыть с себя все то, что знаю я через моих предков. Все эти теории красоты, религии, мифы, науки. Я бы хотел стать чистым, первозданным. Я бы хотел все начать заново. Снова начать. Чтобы снова начать. Чтобы снова начать лгать. Нет! Нет! Это ты лжешь. Я нет. Чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем глубже скорбь. Если бы все согласились страдать, был бы рай на земле. А я верю в другое. Во что же? В Россию. В Россию? Царь-пушка, царь-колокол. Царь-колокол никогда не звонил, а царь-пушка никогда не стрелял. Все равно верю в братство людей, в нашу идею. А в Бога? В Бога! Зачем так? Да нет, нет, вы отвечаете, отвечаете. Что за черт такой? Ну скажу, поверите? Да нет, в Бога! В Бога! Вы верите? Зачем так кричать? Не поверите ведь? Нехорошо, Юшка расстроилась. Спокойной ночи. Ну ничего, сейчас мы это дело исправим. Ксюха! Мама твоя звонила. Я сказал, что ты спишь. Папаша. Ленечке, наверное, там одиноко. Мама звонила. Папашу в академике выбирают. А папаша что? А мне все равно. Он ей изменяет направо и налево, она переживает. Вот. Лиц個 сейчас в крови Heinique требует? И я щae you get up? У suppose вот что всё другая? Уwh! Ух ты кто! Юшка! Ау! Юшка! Ау! Юшка, как вы с этим расстались? Юшка, закрой глаза! Смотри! Юшка, ты что? Ну зачем? С ума сошел! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ? ТРЕВОЖНАЯ? Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся. Вы тоже здесь отдыхаете, да? Эй, зачем девушек пугаешь? А чего вы такие пугливые? Добрый вечер. А в чем дело? Не трогайте его. Что вы делаете? Куда лезешь? Сука! Отпустите ее! Оставьте их! Не трогайте ее, мамочка! Ну, не лей вообще! Мама! Пусти! Не бейте ее! Мама, отпусти! Не будешь по ночам шляться! Волосы, дура, отпусти! Мама! Руку! Не трогайте ее, мам! Не надо! Уди, уди! Братья испортили! Вот сапоги чертовы! Кто это? Откуда они взялись? Ерунда! Дачники из поселка! Эй, 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 эй! Ребята! Жертва всегда достойнее своих палачей! Леня, да уйди отсюда! Леня, да уйди отсюда! Иди, я помогу тебе! Ну, поди сюда! Уйди! Ксюшенька! Ксюша! Ксюша! Не надо! Не надо! Ксюша! Не надо! Все люди хорошие! Не надо, Ксюша! Красота, да? Ну, не плачь! Пожалуйста! Ну, не надо, Ксюшенька! Не плачь! Ну, не плачь! Ничего, ничего! Не плачь! Ты помоги им! Боже мой! Нам здесь будет хорошо! Пускай будет хорошо! Пускай будет хорошо! И Леве хорошо! И Мике! И Ксюше! И Юле! И Роману! Ты прости их! Утеши их! Боже мой! Я верю им! Я верю им! Это меня! Левня! Все люди хорошие! Правда? Ну, слава Богу! Ты где сейчас? А? Мика! У вас и зуба не белая! Леня, принеси стаканы! Ну да! Ясно! Ну, в общем, все, как мы с тобой договаривались, так? Да! Мика! А вот кого ты больше любишь? Блока или Гумилева? Шварценеггера! В ночь с 3-го на 4-е августа арестован Петроградской ЧК! По обвинению в участии в Таганцевском заговоре! 25-го августа 21-го года расстрелян! Да, так, ничего, ерунда! К счастью, я уберу! Ну, ты еще вспомни следователя Дейкобсона? Да-да! А Гумилев попал к нему в ловушку! Они все как бы спорили о принципах монархии! Потом вдруг хлоп! Гумилев оказался ярым монархистом! Ну, тогда все! Я тебя встречаю! Да! А вот кто же он был на самом деле? Этот слабый, скромный человек! Человек обыкновенный! Человек обыкновенный! Способный! Талант! Гений! Мика, чай! Талант! Ага, спасибо! Нет, Леня! Ты не ставь на стол! Ты выпей! Выпей! Леня! Все таки я был прав! В чем ты был прав! Давай пиджак! Зачем? Я должен вас покинуть! У меня свидание! Почему покинуть? А она что сюда прийти не может? Она в десятом кладе! Ты что? Давай! Пока! Мика, дай баранку! Гитара! Что ты говорил-то? Корабль сдали? Как сдали? Очень просто. Поселок популярный, всем нужна дача. Вот и все. Сняли какие-то молодожены. Там же замечательный трюм. Мико! Я не понимаю. Они же столько лет его строили. У них денег нет. Такие обстоятельства. За мной. Леха, ты куда? Мстить! Да они аванс заплатили уже. Ксюха! Металлова! Хоть, дорогая, мы и не итальянцы, но лучше, на всякий случай. Я положу эту луковицу под подушку. Я давно хотел сказать тебе, но все... В общем, ты понимаешь, я написал электронный катехизис. И, может быть, эти мысли заинтересуют тебя. Да. Грядит новое возрождение. Но не на той основе, как раньше. Не на основе развития человека-демона, а на развитии унификации, стандартизации личности. Как глупо иметь различия. Это же приводит к трагедиям. В лучшем случае, к драмам. Жизнь из-за обилия индивидуальности превращается в ад. Жить надо страстями. Нет более глупой и человека-ненавистнической. Страшно подумать, если кто служит, то спасутся эти двое, а? А ну-ка. Лови! И человека-ненавистнической фразы. А стандартизация, одинаковость и этика любви. Вот вам и мечта в реальности. Вот вам и христианство, и буддизм, и социализм. Все соединено, и нет ничего, что бы мешало человеку. Коля. Остались твои картины. Мы были твоими друзьями. А мы друзья друг к другу. А мы друзья друг к другу. А мы друзья друг к другу. И-а-а-а-а. Субтитры подогнал «Симон» Ну, чего вы такие дохлые? Я влюблён Не надоело? Она замечательная Что пишешь? Хочу написать стишок Хочешь или пишешь? Хочу, но не получается Я слишком много знаю чужих стихов Мне кажется, они лучше Знакомо это Кризис идей Это и в живописи сейчас И везде Только вот В музыке можно сейчас как-то Послушай Шёл дождь Хотелось плакать от бессилья Шёл дождь А дальше что-то вроде Мои подрезанные крылья Или мои сломанные крылья Плохо, правда? Чудовищно Птица ты моя Женские писания Ты что? Я всегда замечал Что ангелы Почитают мудрыми только себя Их самомнение Плод постоянного Мудрствования Ты зачем сюда пришёл? Послушай, что я тебе скажу Я хочу, чтобы было так Каждый человек живёт отдельно от других И никто друг друга не знает Понимаешь, просто не знает В один из дней своей жизни Человек уходит от всех сам Я не знаю, как это сделать Но это мужество Это достоинство Которого нет теперь в мире Почему ты не любишь меня? Не хочу любить Хочу чувствовать силу Однажды я стоял На балконе На тринадцатом этаже Внизу был город И я смотрел на него Я сказал сам себе Вот сейчас я шагну с балкона И пойду по воздуху Только какая-то вот Прозрачная стена Отделяла меня от этого могу Я уже начал входить В эту прозрачность И тут вдруг ощутил ужас Да, я мог пройти сквозь Прозрачную стену Если бы отказался от самого себя Если бы стал безумным Вот страх, что будет со мной Потом с безумным Он остановил Мой разум, моя жизнь Они тянули меня назад Но я понял Что я могу пройти Сквозь прозрачную стену Я могу Я знаю это Я в любой момент Могу совершить это Только тогда Я не вернусь к тебе На землю Почему ты не любишь меня? Люби меня Милый дуралей Что значит любой момент? Это значит, что никогда Нет, нет Ты не поняла Я буду таким, что никто не сможет быть в мире Все будут только существовать А быть нет Я знаю это Я могу Если ты будешь любить меня Люби меня Я обожаю тебя Я хочу убить тебя Да не надо Ты и так прекрасен Зачем ты спала с Ромкой? Зачем ты спала с Ромкой? Да Дурак, боже мой Ну какой же ты дурак Как же мне жалко тебя И тронь, и лень Мне надо Я ненавижу тебя сейчас Ненавижу Я ненавижу тебя Я ненавижу всех Из-за тебя Из-за тебя Из-за тебя Не трогай меня Не лезь Не трогай Странно Я не знаю ничего Не надо говорить мне про свои несчастья Высказаны Они становятся опасными для тебя Иди ко мне Глупый Иди ко мне Красота Красота Разве это совесть и любовь? Нет Красота это красота Красота это тайна Левка, левка, иди сюда Левка, левка, иди сюда Единственный праздник для меня Это мой день рождения Праздник Всю жизнь должен быть праздник Но вот так Государство Нежной тирании И чувственного деспотизма Флаг его нежно-голубой С крыльями Основа государства Влечения Не важно то Куда ветер веет Одуванчики Важно то, что они Весело И неслышно тают В голубизне И зелени Это и есть Влечение Но оно имеет в себе начало Это основа тирании И то, что направление неизвестно Определяет его как деспотию Гимн Не поется А читается В глазах У подданных Знающий Язык глаз Вне зависимости От их цвета И глубины Узнает текст И в этот день И в тот Я был один как перст Я был один как бог Гимн Исполняется При проявлении нежности И чувственности Исполняющие Смотрят друг другу в глаза Не обязательно в упор Но из-под ресниц Склонив голову Нет Как желают Так и смотрят Лишь бы взгляды Встретились О, древо познания Осторожно, осторожно Всю жизнь бы так жила Да брось ты Мико сюда Давай руку Давай руку Лена идет У тебя плохо получилось Падай, падай Все равно Падай, падай Здравствуйте У меня сегодня день рождения Поздравляю 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 У меня 30 лет Ну и что? 30? Хорошо С чем поздравляете? Бедные, бедные эльфы У меня здесь все прошло И больше ничего не будет Ничего Дальше будет только плохое У меня здесь все прошло Все прошло И не будет больше ничего хорошего Дальше будет только плохое Ну что, что Уставились Короли и королевы Вас тоже будут оскорблять И унижать И вам точно так же будут Изменять Мужья И жены Тоже Слушай, нужно как-нибудь успокоить ее Не надо 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 любить природу Надо любить животных Презирать богатство Давать всем милостыню Заступаться за безумцев Глупцов Ненавидеть тиранов Не спорить о Боге Быть терпеливыми И поэзия Наполнит все ваше существо Надо быть Перед знаменитыми и незнаменитыми Одинаковыми Отбросить Все, что оскорбляет ваши души И тогда ваше тело станет Поэзией Моя дорогая Не смей Ага Что сes Ах, как насчет дурдома мальчики Ах 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 КОНЕЦ 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 Может, не надо лезть, Юшка? Ну чего ты боишься? Вдруг он дома? Ну что? Ну, давай. Ой. Ну, давай. А! Аксалотль. Юля! Извините, пожалуйста, я... Я дочка Красовских. Вы меня не узнали? Узнал. Эй, вы! Идите все сюда! Здрасьте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы его любите? Нет. Но мы часами смотрим друг на друга. Я бегу от праведных. Раджныш, я читал. Правда, давно, года три назад. Это тот, кто сказал, что Будда и Христос большие преступники, чем Гитлер и Сталин? Да что вы знаете об этом? Да что вы знаете об этом? Да. Мы ведь просто так зашли. Если мы помешали, мы можем уйти. Красиво раньше убивали, да? Что вы об этом знаете? Вы знаете, поп-культурники. Мир уже нельзя спасти. Хотя, одного человека можно. Но для этого нужен друг. А он не может быть другом? Нет. Нет. Нет, не может. Леня. Что вы так смотрите? Просто надо уметь жить сегодня, здесь, сейчас. Вот я, например. Да никто не живет сегодня. Все или в прошлом, или еще больше в будущем. Она сбежала не от вас. Просто она захотела другой жизни. Каждая женщина зло, но дважды бывает счастливой. Да. Дружба, вот что главное в жизни. Но, к сожалению, даже в дружбе кто-то из двоих подчиняется. Равенства не бывает. Вы извините, мальчики. Вы, наверное, не поймете. Разве что девушки. У них сердца другие. Впрочем, я вам кое-что покажу. Пойдемте. Ждите меня здесь. Я приду. Куда он пошел? А? Ну что, подождем? Смотрите! Лошадь. Лошадь? Да, дела. Тихо. Тихо. Здорово. Хорошая. Ух ты. Вы, конечно, предсочетаете автомобиль. Умная лошадь. И этот друг человека. Но что течет в его жилах? Отрава. А кровь – это жизнь. В прошлом люди, чтобы не умереть от жажды или кровь своих лошадей. А вы попробуйте выпить бензин своих друзей. А я вот повелеваю им и это существо едино со мной. В этом залог нашего счастья. Хорошая счастья. Нашей дружбы. Хорошая дружба. Да, молодой человек. Вам не понять человека. Потому что вы дружите с машинами. А теперь до свидания. Я говорю, до свидания. Уходите. Пошли, пошли. Отсюда. Я не могу пожелать вам счастья. Ведь вы и не знаете, что это такое. А счастья нет. Я не такой, каким себя придумал. я боюсь того другого, который рождается во мне. Он чужой. Он враг. Он убьет меня. Он убьет Ты ярче, величавея всех планет, и правды торжество для вдохновения. И даже если бы согнуть тебе в коленя, измазав грязью, докадать, что правды нет, ты все равно бы музою была бы вдохновенью, и даже, погибая, излучал об свет. Поверь мне, я, Дим, поныне тебя постиг и оценил, избрав меня своей святыней и власть мою. Иди, 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 иди. Иди, 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 и Это вот поломанные крылья. Отлично выглядишь, птица. Ксюха, ты где это пропадал? Я хотела убежать от вас, а вы меня даже не искали. Ты, значит, хотела нас бросить, да? Ты, значит, хотела убежать от нас. Я просто гуляла у реки, мне хотелось побыть одной. Это брось. Роман! Кстати, ты не знаешь, что на Катманду можно сейчас переночевать? Катманду. Да, Леня, Катманду. Катманду. Это квартира такая на Преображенке, там собираются все бездомные. Бездомные! Ксюх, поди переоденься. Там свитер наверху. Да, Ксюш, родители твои звонили. Папа в академике выбрали. Завтра ждут, к трем будет банкет. Я сдаюсь. Может, хватит кривляться уже? В чем дело, Микочка? Чем ты так недоволен? Тобой, черт возьми. Мальчик разошел с ней на шутку. Это из Заюшки. И как истый фолократ... Идиот. Может быть, ты лучше пофилософствуешь? Ксения, дело в том, что дальнейшая феминизация мира влечет его к тотальной гомосексуализации, Мика. Да кто ты такой, что говоришь за всех? У тебя затравленный вид. Я могу говорить за всех. Я должен говорить за всех. Если не я, то кто же? Ты используешь всех. Тебе нужны зрители. А тебя, сынок, волнуйтесь только одно. Почему Юшка до сих пор с тобой не... Молчать, а не то! Я очень много настрадался, проплакал много слез своих и чувствую, что я не в форме, чтобы развлекаться при друзьях и чтобы мне чай пить даже вкусно. И я этого не мог. Хороший, иди. И чтобы друг другу уступали и были... Это, бро, простые. А не то! И чтобы нам светило с удовольствием. Мика, не упускай шутку. Ты не мешаешь жить своей полторой. Стоп, ты объелся сам со мной. Пап, ты же ничего не можешь! Юшка, пожалуйста! А теперь нам надо снять стресс. Меня один знакомый советовал. Где теперь этот знакомый, а? Юшка! Садимся в круг. Начинаем говорить первое, что приходит в голову. Только обязательно первое. Понятно? Понятно? Я сейчас. Мика. 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 Господи, господи. Ты почему не спишь? Я сплю, я сплю. Рома! А? Спать, Леня, спать. А вот это вот! ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует... 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 Посмертная слава тоже привилегия. Непризнанный гений тоже. А что такое твоя привилегия, Леня? Рай? Нет, посмотрите на него. Ты смотришь на меня так... Нет, а кто я тебе? Я что, тебе друг? Что ты от меня требуешь? Да меня... Меня пожирает безудержная сила равнодушия. Это чудовище. Я не знаю. Я ненавижу его. Кто его придумал? Кто его придумал? Где? Зачем? Где он, этот придумщик? Нет его. Его нет, Леня! Ты же убить меня хочешь, Леня. Я же это чувствую. Я же по твоим глазам это вижу, Леня. Убей меня, Леня. Убей меня. Ведь никто же не будет искать, где я. Я же два месяца назад ушел из дома. И мать меня не ищет. Зачем я? Что я, Христос, что ли, надо мной плакать? А, Леня, убей меня. Убей меня, Леня! Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Лёвушка хороший. Лёвушка хороший. Хороший. Угу. Ты помнишь рассказ Бонина, Руся? Молчи. Я буду делать так, как ты хочешь. Я ничего не хочу. Ты отвечаешь, как эхо. Тихо. Ты слышишь? Боже, какое счастье. Я готов на всё. Я чувствую тебя. Где ты? Это был не ты? Отвечай же. Я? Я? Нет. Это был не ты. Мне плохо. Кто это был? Отвечай, противный мальчишка. Ты что? Что с тобой? Это был я. Да? Да. Правда? Правда? Мне страшно. Я боюсь. Кто это был? Мне страшно. Я боюсь. Кто это был? Где спируешь? Вы куда Relations нам топите? Где весь tú? Где всё рважает. Кто придёт вместе? Где всё рважает всё? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, отбери все, что хочешь. Ну, и что может пригодиться. Миша! Миша! Ну, где ты пропадал? На пляже. Нарви бабушке цветок. Нам с папой пора ехать. Хорошо. Я уже все вещи собрала? Витюша! Так мы ждем, Леня. Я сейчас. Миша! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Краткому веку людей Малый положен срок Собственных лет число Видим мы и сочли Когда ж и твоя душа Сквозь отмеренный срок Устремится в тоске Скорбно замедлишь ты На прибрежье холодном Не узнавая близких своих Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok